Бомбический запах. Потому что уже только в 6 утра я могу записывать свои видосики и нет у них. Итак, друзья, рад видеть вас на своем канале. И сегодня у нас выпуск о одном дне Сергея Калиниченко во Франции. Как я живу, где я тренируюсь, как я кушаю и так дальше. Сейчас мы находимся в тренажерном зале, где я буду делать свою тренировку. Сегодня очень простая тренировка. У меня по плану идет грудь. Мы сделаем жим лежа. Также мы сделаем приведение на грудь. И также плечи. Жим сидя гантелями. И на заднюю дельту тяга. Так что поехали. Привет, YouTube. Пора идти на тренировочку. Just do it. Когда просыпаешься рано, то единственное, чем ты можешь поднять себе настроение, это вкусным завтраком. Поэтому я всегда стараюсь с утра делать бомбический завтрак. До того, как я поем, я обязательно пью глютамин. Он, естественно, помогает моим мышцам оставаться такими, как они есть. И не расщепляться. Еще ни одного утра не было, чтобы я не рассыпал глютамин. Но сегодня я постараюсь это не сделать. Хорошую ложечку. Я бы сказал, что это вкусно. Но нет. Будем готовить. Кушать. О, перфекто. Итак, остался последний штишок. Это приготовить себе протеинчик. Я в последнее время пью протеинчик. Апельсиновый сок. Протеин. И молочко. Я думаю, вы в шоке. Но это очень вкусно. И так я делаю каждое утро. А, забыл. Еще у меня будет рис с медом и молочком. Молочко мое все. И так, друзья. Сегодня будет, как обычно, я делаю два разминочных подхода и три рабочих. Хочу сегодня вложить 130-140. Три подхода по три. Так что поехали. Итак, друзья, второе упражнение на грудь. Итак, я уже не раз рассказывал в предыдущих видео, что это одно из самых основных движений, которые я выполняю для тренировки груди, как для армрестлера. Значит, нам нужна лямка или пояс, что у вас есть. Продеваем и делаем движение, приводящее к себе. И возвращаем назад. Ничего сложного нету. Задерживаем в рабочих подходах. То есть, два разминочных, как всегда, три рабочих. В рабочих подходах хотя бы на 3-4 секунды нужно задержать. Поехали. Итак, друзья, следующее упражнение это у нас плечи. Жим Арнольда. То есть, ну, выполнение не бодибилдерское, а армрейсерское. То есть, у нас будет движение по сторонам вверх в сторону перед собой. Не так, как делал Арнольд. Вот. Не запускайте свои плечи, потому что я уже столкнулся когда-то с этой проблемой. И еще, и сейчас ее восстанавливает. Обязательно тренируем плечики. Поехали. Итак, мои любимые подписчики. Заключительное упражнение в сегодняшней тренировке это тяга на заднюю дереку. То есть, это тоже одно, я считаю, из основных упражнений для армрейсера. Потому что у нас, когда ты наклоняешься, да, у нас, короче, происходит вот это движение локтем к себе подтягиваем. Кроме широчайшей, естественно, у нас задействуется задняя дерека. Поэтому у нас она должна быть очень мощной. Я ее в последнее время тренирую. И как бы локоть с подушки не соскальзывает. Вот. Начинаем. Ставим флан. И разводим в сторону. Возвращаем исходное положение. Все очень просто. Два разминочных и три рабочих веса. Сейчас играючись, разминаюсь. И дальше пойдут уже у нас реальные веса. И дальше обязательно после каждой тренировки мы делаем растяжку. Мы тянем наши кисти, пальцы, предплечья, локти, плечи, грудь. Все нужно растягивать. Чем лучше ты растягиваешься после тренировки, тем быстрее ты восстанавливаешься. А я тренируюсь пять раз в неделю. Для меня восстановление это самое главное, что может быть. Итак, стретчинг. Как я вам говорил, это неотъемлемая часть моей тренировки для восстановления. Где-то приблизительно на 30% вы будете лучше восстанавливаться после того, как растягивает. Вот, упражнение, которое вам нужно делать. Обычная стойка на ладонях. Стойка на пальцах. Приблизительно стоим там по 20 секунд. Также на наружной стороне растягиваем. Также можно вовнутрь. Растягиваем. Тоже все делаем где-то приблизительно по 20 секунд. Также можем от себя. Птянемся, коснуться ладонями. Растягиваться хорошо предплечье. Также любые другие упражнения, которые вы сможете делать для растяжки, будут полезны для вас. Также повисеть на турнике просто после тренировки. Простягивать грудную. Потянуться вот так, например. Так что вот, тренировка окончена. Пошли кушать. Итак, друзья. Как вы видите, я провожу онлайн тренировки. Также я консультирую спортсменов онлайн. Делаю им ведение, подведение к соревнованиям. Также питание и добавки. Так что, если что, обязательно обращайтесь. Я с вами тоже поработаю, и вы достигнете очень больших высот. Итак, друзья. Хочу немного с вами профилософствовать. Сейчас я нахожусь во Франции. Об этом моменте я, я не знаю, я мечтал очень долго. И еще недавно я находился в Украине. Ровно год назад я планировал, как же я поеду во Францию, как я там буду проводить семинары, что как будет. А еще 10 лет назад я думал о том, как бы мне стать хотя бы мастером спорта, как бы мне достичь каких-то хотя бы небольших результатов. Но сейчас я уже нахожусь здесь, там, где я в то время еще так даже не мог представить себе этот момент. У меня на данный момент есть огромнейшая поддержка. У меня есть там тренажерный зал, в котором тренируюсь только я. Спортивное питание, питание, добавки, возможность летать в другие страны. Вот я сейчас нахожусь на том уровне, о котором я только мог мечтать. И хочу вам сказать, верьте в свою, как бы, мечту. Каждый день что-то делать и в течение... Я занимаюсь армлестингом 17 лет. И только сейчас я достиг того, что, как бы, я хотел. Но это тоже, как бы, не самый максимум. Сейчас передо мной стоят новые цели. Я хочу попасть в Вест-эс-Вест, выступать, бороться с самыми топами. Вот. И каждый из вас в будущем сможет так же само стать профессионалом, зарабатывать на этом деньги. И, так сказать, спортивные мечты все сбудутся. Все сбудутся, только не нужно сдаваться. Только вперед. Субтитры подогнал «Симон»